всем привет сегодня 5 августа девятнадцатого года я взял машину яндекс драйв каршеринг и оказался хендай солярис первый раз за рулем хендай соляриса хотя когда-то у меня была машина хендай вот но чувствую себя привычно нормально даже нравится вот еду на первую встречу по тимбилдингу который состоится березка парк в общем ехать мне часа полтора туда несмотря на то что сегодня понедельник считается не так много машин как это обычно бывает в москве на пробке с каждой минуты все растут и растут надеюсь что все-таки я успею я нахожусь в парке березы благополучно доехал времени ушло конечно много на дорогу часа полтора потерял в принципе в моем сегодняшнем визите как я предполагал никакого толку стратегического вообще не было больше терапии было но такое тоже к сожалению в нашей работе присутствует по парку березы я наверно потом сниму отдельный видеообзор для своего канала у меня есть плейлист который называется площадки москвы и подмосковья и покажу как здесь хорошо у нас здесь планируется тимбилдинг 14 августа на 500 гостей будет жарко но будет жарко в плане программы в плане погоды кажется наоборот будет холодно такая красота тут даже бассейны есть на этапе написания сценария мы тоже думали как их задействовать даже придумали водные конкурсы но я думаю что с таким летом которое наступило сейчас в девятнадцатом году уже вряд ли что-то выйдет толковая и сейчас мы про эти бассейны уже даже не задумываются ну в общем как то вот так я нахожусь на метро щукинская решил обратно поехать своим ходом тем более что до станции технопарк не всего 30 минут на метро как раз поработаю может быть успею сделать одну презентацию свою рабочую как ведущего тимбилдингов она сейчас очень нужна итак я на станции метро технопарк который конечно намного быстрее чем на машине передвигаться хотя на машине конечно и так я в офисе цветочки все полил пальму нашу полил мелкие цветочки тоже полил теперь можно ехать в налоговую попробую взять машину на прокат и доехать на ней потому что 24 налоговой инспекции находится вообще непонятно на каком расстоянии от метро ближайшего там на каширское метро и эти минут 20 наверно от метро в общем в путь мне предстоит тяжелая битва с налоговой на улице начался довольно сильный дождь мне удалось взять skoda rapid машина конечно адская непривычная но справляюсь уже был опыт езды на ней в каршеринге вообще конечно такая жесткая штука но это лучше чем сейчас идти по улице в такую погоду в общем еду в налоговую инспекцию не знаю что меня там ждет надеюсь на лучшее вопросов очень много активно копилась надеюсь что у них будут ответы что меня не просто сольют посмотрим под дождичком под зонтиком я прибываю в 24 налоговую инспекцию что у меня там ждет чувствую что выйду как всегда буду вопить какие они идиоты дай бог чтобы это было не так короче рассказываю обстановку у них теперь новая стратегия я в налоговой поскольку уже бывал лет 15 на одном последние такого не наблюдал раньше только в редких случаях теперь по любому вопросу тебе говорят иди звони по телефону таком дают внутренний номер короткий выстраивается дикая очередь по тем номерам соответственно такая же фигня как и если вы из дома будете пытаться дозвониться в налоговую такая же ерунда вы не дозвонитесь потому что там просто банально не берут трубки либо снимают и делают заняты люди начинают истерить им начинают давать другие номера попадают там соседние кабинеты те пытаются пинать тех либо сами как-то пытаются решить эту проблему надшибись но на самом деле очень тяжелая ситуация осадок такой тяжелый остался из положительных моментов что мне удалось узнать что отдельно упрощенку не надо закрывать им спрашиваю почему я уже работаю в режиме самозанятого у меня в личном кабинете горит что закройте идите отдельно еще упрощенку хотя я закрыл уже и п луягу прощенка что может жить упрощенная система налогообложения может жить своей жизнью если я не индивидуальный предприниматель нет конечно не может я хочу за фигня там в личном кабинете я не знаю на расшибка какая-то не обращайте внимание налоговый уровень бог и еще несколько до моментов по поводу переплата не теперь сделали еще более жесткую систему меня переплаты до 2017 года и теперь я должен ехать на южно-портовую улицу в пенсионный фонд писать туда теперь заявление после того как я уже их налоговую написал и мне подтвердили что эти деньги есть и пенсионный фонд должен дать свое разрешение налоговой чтоб они мне выплатили эти деньги только после этого налоговая выплатим эти деньги вот такой трэш творится в нашей стране я просто в афиге я решил не терять время даром и поехать сразу в пенсионный фонд вот на этой шкоде октавиа снова яндекс драйв меня спасает сегодня и я надеюсь что в пенсионном фонде удастся что-то решить в общем в дорогу кстати я сейчас ехал гуглил все не весь день где сначала у хендай солярис и а теперь где у skoda octavia включаются щетки для затем стекла оказалось что они вообще не существуют в природе у седанов оказывается их не делают я об этом вообще никогда не задумывался у меня в свое время был хендай акцент мы искать его купили в 2006 или в седьмом году вот и он нам так служил верой и правдой очень довольны и моста сейчас их уже сняли даже с производства не делают на смену соляриса пришли но получается у нас там тоже этих счеток не было потом нас был peugeot 308 там уже была эта щетка вот сейчас тоже у нас на машине есть задние щетки получается что на седанах вообще не делают четки вот я еду в дождь так непривычно сзади все стекло каплями угажено даже вытереть нельзя почему они на седанах не делают четки непонятно припарковался прикол что в налоговой мне вообще не тот адрес дали сейчас завершил поездку проложил через туги с мне еще 900 метров идти хотел на машине проехал посмотрел там больше крутить на машине по пробкам поэтому пойду пешком давно здесь не был в пенсионном фонде оказывается тут он золотое кольцо бизнес-центр целый развернулся и на его территории теперь пенсионный фонд раньше как-то въезжали без проблем теперь тут он надо такие бланки брать чтобы сюда войти попробую что-нибудь выяснить шел через приложение ту гиз вообще вело в другую сторону хорошо зрительная память сработала что мы сюда раньше приезжали на машинах в общем буду искать где вход короче пенсионный фонд он конечно намного веселей налоговая людей здесь практически вообще нет видимо после того как их разделили с налоговой инспекции а те кто есть очень позитивные и с радостью откликаются на мольбы о помощи мне повезло досталась инспектор наталья олеговна которая которая попал не сразу сначала я попал к одному инспектору который сказал что мне должны всего 3000 рублей и что никаких 17 тысяч вообще не существует что мне их не должна ни налоговая не пенсионный фонд и в итоге получается что я что эти деньги просто зависли и их никто не думал таким образом а меня вежливо слили но отправили к еще одному начальнику она связалась налоговой долго общалась в итоге нашли 17 тысяч рублей так вот легкую плюс нашли еще сверху три с половиной тысячи я написал два заявления но теперь меня надо ждать полтора месяца если ничего не произойдет этих денег не получу то надо снова ехать в пенсионный фонд и спрашивать какого хрена давать им очередной пинок но говорят что по идее все должно пройти посмотрим на улице сильный дождь и снова меня ожидает яндекс каршеринг на этот раз это будет volkswagen пола кстати да обратите внимание на заднем стекле нету никаких щеток ладно поеду домой есть очень много дел которые нужно срочно делать по дороге домой я еще зашел сбербанка платил 7 500 и плюс еще 100 рублей пени это оказался налог 2018 года за то что я не заплатил один процент от прибыли то есть когда ты как индивидуальный предприниматель зарабатываешь деньги если заработал за год свыше 300 тысяч а это однозначно заработал иначе нет смысл быть а п то твоя упрощенная система которая считается 6 процентов она становится 7 процентов такую хитрость наше государство придумала но вообще у меня я все это знал для меня это не диковинка было и просто я не вел эту программу по оплате супруга этим занималась катя вот и плюс она заказала контур эльба такого исполнителя электронную систему которая за всем за следила и видимо она накосячила и этот момент пропустила поэтому завтра надо будет еще разборку контур эльбе устроить что-то фигня почему такое вышло в общем сейчас было проще пока заплатить чтобы уже забыть вообще вычеркнуть налоговую своей жизни таким вот был непростым этот день 5 августа 2019 года до завтра пока пока